Всем привет, с вами Дмитрий Анисимов, Никита Петров, и мы записываем новый цикл видео по новому дебюту славянской защиты со стороны черных. Сейчас Дима поздоровается со зрителями с вами, а я вкратце расскажу, что ожидает вас в данном цикле видео. Да, всем здравствуйте. Посмотрим славянку, это будет интересно, потому что Никита будет со стороны черных, свои разработки, свои идеи на этот дебют. Это довольно-таки интересно, и давай начнем. Да, славянская защита возникает чаще всего после ходов D4, D5, C4 и C6. В данном цикле видеороликов мы будем смотреть те же самые позиции через немного другой порядок ходов, но об этом позже. В данном цикле видеороликов, который пока еще не совсем ясно, на какое количество видео будет разбит, но тем не менее достаточно будет продолжительная серия, будет рассмотрена такие варианты, как КНФ3, КНФ6, КНЦ3. Основной вариант. И здесь я рекомендую ход ДС. Ход, ну, один из самых популярных. То есть здесь у черных есть такие возможности, как Е6, А6, то есть система Чабаленко, вот этот основной ход Е6, есть еще система Шлектора, которая в данном порядке ходов, конечно, не очень, пожалуй, не имеет права на жизнь, потому что белые могут стать слон Ф4, слон Ж7, размены Е3, получить крайне выгодную размену. Да, 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 да. Я это играю Е3, я влюбаю там, помню, а без Е3 совсем другая история, Шлектора, да. Да, также мы будем смотреть вариант с Е3, за черных, и здесь моя рекомендация ход СМС-4. Опять же, касательно вот того, что я сейчас говорю, моя рекомендация, не моя рекомендация. Понятное дело, что в дебюте у черных практически на каждом ходу есть разумная альтернатива. Если мы будем смотреть все возможные ходы, мало того, что мы будем смотреть практически все ходы за белых, потому что наш репертуар со стороны черных, если мы будем смотреть еще все возможности со стороны черных, то это, во-первых, будет никому не интересно, потому что я не специалист в большинстве вариантов, кроме вот тех, о которых, собственно, пойдет речь. Но также и по времени это займет абсолютно кошмарное количество времени, соответственно, многим будет неинтересно, а для нас это будет слишком сложно. Да, обратите внимание, после конца 3 анти-московский гамбит и московский вариант мы не идем, играем ДЦ. Здесь у белых есть ход Е4, но основной А4, слон Ф5, это опять же моя рекомендация. Здесь у белых есть ходы конь Е5 и Е3, вкратце об этих, ну не то, что вкратце, а подробно об этих ходах мы будем говорить уже в следующих частях видео, а сейчас я продолжу предварительный обзор того, что вас ожидает. Помимо хода конца 3 основного у белых, конечно же, есть еще ход Е3, который в последнее время достаточно популярен на всех уровнях, в том числе даже в суппортурнирах встречаются нередко. У черных опять же есть ряд заслуживающих внимания возможностей и Ж6, слон Ф5, Ж4, Е6, А6. Ну вот, в данных видео у черных будет рекомендоваться ход СНЖ4, который мне приносил неплохие результаты и в классику. Я люблю за белых именно это играть. Вот и отлично. И мы с Димой проверим, где наши анализы не сходятся. Потому что я считаю, что черные равнивают, и если Дима так играет белым, то очевидно считает, что у белых есть плохие шансы на перерез. Конца 3 и Е3 основные ходы. Также мы, конечно же, посмотрим ход ФЦ2, ну и ФБ3. Ну это данный бой, прослон не вышел с плюсов. Нет, ФЦ2 это один из основных ходов на самом деле. То есть белый... Не, ФБ3, ФБ3 рано вводили. Вот это. Дело в том, что ФЦ2 и ФБ3, они в данном видео сведутся к одной и той же позиции. А, после ФБ3. Да, то есть у черных есть ход Ж6, интересный, но все-таки взятие с большим запасом в основной вариант ФЦ4. Опять же Е4 тоже будет покрыто вкратце, но ход не опасный. После ФЦ4 здесь обычно все играют СНФ5, но СНЖ4 тоже существует такой вариант, и моей рекомендацией будет именно он. ФБ3 и ФБ3, но не будем сейчас подробно на этом останавливаться, потому что данное видео все-таки вводное. Ну и еще один вариант мы рассмотрим несколько подробнее именно в данном видеоролике, прошу прощения. Также в белых есть ход Ж3, какой-то... Каталон! Да, долгое время данная редакция каталона считалась совершенно безвредной, но вот недавно в похожей структуре храмник белыми обыграл Гею очень легко. Ну он вообще каталон очень, так сказать, фундаментально освоил. Да, но все-таки это не совсем каталон, и я вот считаю... Ну да, пешка на С6 это все-таки вносит. То есть принципиальный ход ДЦ, но я считаю, что у черных неплохие шансы на уравнение, если даже не связываться с ходом ДЦ. То есть, конечно, каталон идти не стоит, а моя рекомендация под слон Ф5. Получается позиция каталонского типа, но обратите внимание, у черных уже развит слон за пешечную цель. Да, и бетон, бетон такой в центре, и каталонский слон пока выпирается в него. Да, в общем-то, если белые не проведут достаточно быстро Е4 через конь Ц3, конь Д2 и Е4, то эти позиции, как ни странно, имеют некоторую тенденцию к тому, чтобы становиться в пользу черных постепенно. Вот звучит немножко удивительно, но это так. Ну и, конечно же, мы посмотрим вот после конь ДЦ в данной позиции один из самых противных для черных вариантов это ход ЦД. Разменка. Да, и действительно, разменный вариант имеет репутацию такого ничейного, прямо скажем, дебюта. Однако я в каком-то из предыдущих видео уже говорил, что вот если против вас играет белый серьезно уступающий в классе соперник и он очень хочет сделать ничью и играет разменную, славянскую, разменную староиндийскую, разменную французскую или еще что-нибудь разменное вообще любой дебютный вариант, который имеет ничейную репутацию то это вот с его стороны не оптимальная стратегия потому что намного больше шансов у человека, который уступает в классе поймать вас на какую-то хорошую дебютную заготовку получить перерес с белыми потому что, согласитесь, позицию с перересом ее намного легче свести к ничьей, чем к позицию, которая равна и в которой, в общем-то, понимание шахмат должно сказаться постепенно Да, это неправильная стратегия, игра на ничью соперник так и будет думать, как бы там сделать ничью а надо настраиваться на борьбу надо настраиваться на борьбу, попробовать поймать реальный минут где-то, да, на какой-то вариант это больше шансов даст если вот таким образом белые пытаются сделать ничью, то постепенно их позиция вот, позиция из равной будет превращаться в чуть худшую для белых и уже придется защищаться какими-то единственными ходами и, в общем, все это немножко, наверное, не то, что белые ожидают от этого варианта ну, слон f4, практически, ход исполняется практически всегда да, здесь у черных два, две возможности это a6 и слон f5 путь b5 не давай и слон f5, да да, ну, слон f5 путь b5 допускает, но там черных, на самом деле, после ладя c8 вообще никаких проблем нет, а6 не пускает или слон f5 с идеей ладя c8 ну да, и после слона f5, вот, обратите внимание, кажется, что белые могут легко сделать ничью просто тотальными разменами e3, e6, слон d3 но, обратите внимание, что мы не то есть мы меняем первого слона, но второго мы не меняем потому что после слона d6 позиция уже действительно ну, очень близка к ничьей и там даже с преимуществом в классе будет довольно тяжело выиграть слон e7, да а вот после слона e7, 2-0, 2-0, немножко другая ситуация возникает в некоторых книжках даже пишут, что эта позиция в пользу черных потому что у черных хороший слон, а у белых, ну, по определению, хороший слон, потому что пешки стоят по белым сторонам да, да, понял, пешки на белых, а у белых били на черных да, у белых по определению, строго говоря, плохой слон несмотря на то, что он стреляет по длинной диагонали вот, возможная ситуация, когда черные сейчас начнут выпрыгивать фигурами на ферзевый фланг там играть a6 b5 и цеплять, то есть, да, на ферзевый фланг цеплять ферзевый фланг и слон на f4 окажется немножко неудел потому что, прошу прощения, слон на e7 участвует в борьбе, а слон на f4 нет то есть, если белые пытаются таким образом сделать ничью сразу, то им вот обычно не удается конечно все-таки у белых в симметричной позиции лишний темп и серьезно рассуждать о том, что здесь у черных может быть какой-то перевес это не серьезно то есть, ну плюс позиция закрытая белым абсолютно никаких нет предпосылок чтоб белые здесь стояли хуже ну просто, если противопосыка человек слабее, хочет таким образом просто сделать ничью то вряд ли ему это удастся то запоминаем, ходим слон e7 да, то есть если белые уже поменяли одну пару слонов вторую пару слонов менять не надо иначе действительно выигрывать будет нечем ну опять же разменный вариант мы будем смотреть в отдельном видео и мы будем смотреть также более неприятную редакцию разменного варианта которая возникает после хода конь c3 и сейчас мы коснемся вот последний последний скажем, последнего блока дебютных вариантов которые мы еще не обсудили они возникают после хода конь c3 вместо конь f3 здесь у черных есть возможности такие как dc и e5 но мы не будем их рассматривать потому что, как выяснится через минуты 2-3 на самом деле мы собираемся получать славянскую защиту через другой порядок ходов ну, по крайне мере в данном видео конечно, те, кто всегда играли славянку через c6 d5 нет никакого смысла вот только ради этого видеоролика менять менять, скажем так, свое мировоззрение но это после конь c3 и f6 у белых, во-первых, есть вот такая вот разновидность разменного варианта она немножко неприятнее потому что все равно, ну наша рекомендация все равно будет ход слон f5 и здесь белые могут после конь c3 свести все к тому же самому а могут сыграть ферст b3 главная идея славянки как только слон убегает с поля c8 белый цепляет в песку b7 да, кстати, будьте аккуратны во многих позициях слон f5 это просто серьезная ошибка потому что вот ферст b3 проводит к материальным потерям или к вынужденному отступлению слона обратно на c8 и то и другое вообще-то нежелательно то есть, ну в тех вариантах в которых есть серьезный риск вот не разбить белопольного слона мы будем, конечно, об этом говорить отдельно здесь все нормально черные могут стоять конь a5 защищая на b7 и нападая на фрезер одним ходом то есть слон b5 шаг возможно но слон d7 держит позицию поэтому обычно белый играет среда 4 шаг слон d7 ферст c2 да вот слона выбили c5 да то есть теперь слон d5 не возвращается но в то же время белые все-таки потеряли так скажем полтора темпа а черные не обязаны возвращать конь a6 то есть в каких-то вариантах у них есть идея c8 c4 но опять же эту позицию мы будем обсуждать более подробно в следующих видео на мой взгляд у черных здесь ну неплохие шансы на поменьше мере на уравнение хотя вот именно в этом варианте была сыграна единственная партия в классику мной черными которая в славянке проиграл это произошло осенью прошлого года ну а опять же эту партию наверное ну хотя по крайней мере вплоть до какого-то там до пятнадцатого хода мы будем обсуждать в ролике посвященному разменному варианту да ну и последнее последнее что мы еще не сказали то что кроме хода cd у белых в данной позиции есть ход e3 и это казалось бы тот же самый вариант с e3 но здесь не все так просто потому что ход он g4 не то он возможен да но здесь у белых ферс б3 есть крайне неприятный ход ну и даже после f3 немножко не то то есть у белых здесь перевес лон g4 играть не надо здесь у меня был огромный саблан просто порекомендовать вот этот новомодный острый вариант со слон f5 который по всем в общем-то прикидкам кажется что черный здесь держится и я не знаю где у белых перевес но он настолько загроможден вот какими-то новыми анализами острыми которые не все в общем-то не всем понравятся дело в том что здесь белые могут сыграть cd cd и ферс b3 я только-только хотел сказать я и такое видел в книжке какой-то именно вот так побили-побили ферс b3 там же какие варианты в большинстве книжек сказано что вот по этой причине ход слон f5 не точный у белых здесь перевес да 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 что-то такое прям я не читал ну вот буквально последние какие-то исследования показали что после конца 6 все нормально то есть черный просто жертвует пешку белые должны ее брать ферс b7 и здесь играет слон d7 ну и я вкратце сейчас могу показать там первые еще несколько ходов главные теоретические ферс b3 лдя b8 ферс d1 здесь вот черный играет e5 используя свой перевес в развитии в общем это очень интересный вариант действительно у них 3 слон d6 слон e2 два ноля здесь обычно белые бьют чтобы не допустить зажима e4 да и играют два ноля и вот с компенсацией компенсация есть да и более того ее должно хватать для поддержания динамического равновесия но у белых есть огромный выбор различных расстановок где они пытаются завершить развитие удачно и начать окучивать эту изолированную пешку и не очки горы да не стоит забывать что у белых уже сейчас одна лишняя но тем не менее черный здесь тем не менее черный здесь держится и в общем то даже в некоторых вариантах опасно контратакуют на хроновском фланге ну а я не знаю может быть я сделаю какой то короткий ролик вот по этому варианту в том числе но все таки основной выглядели очень рискованно но вот как то видимо все таки черный держится ну а для тех кто как и я побаивается идти вот эти позиции потому что компенсация выглядит не очевидной для меня совсем не очевидно да я рекомендую такой немножко странный ход уровень который в общем то по духу немножко не совпадает с другими ну рекомендациям не совпадает с wayland в других частях видео это ход а6 это танка dreadful марш еще на бросок и поздки оказался colon aboard но res даже названия как бы нет. То есть, по-моему, моду на него ввёл Морозевич в 2008 году, но название вариант до сих пор так и не получил. Теперь Ферз Б3, зато не опасный, за Б5, да? Да, Ферз Б3, Б5. Ну, это одна из основных идей. Да, как варианта Чабаненко, так и данной схемы. Ну вот, и теперь можно уже приступать к теме вот текущего видео, потому что, ну, все эти, безусловно, интересные варианты, о которых шла речь, то этого не будут рассмотрены в других частях. Сейчас мы немножко коснёмся, скажем так, психологических тонкостей и возможных порядков ходов. Дело в том, что основой, основой вот всех моих рекомендаций в данном цикле видеороликов будет такой порядок ходов, Д4, Конь, Ф6. На самом деле, китры, гибкий ход. Ты не показываешь, пока что-то будешь играть. Да, сейчас, наверное, у некоторых из наших зрителей, в общем-то, появилось некоторое недоумение, потому что всем известно, что Славянка получается после Д4, Д5, С4, С6, а здесь чёрный играет Конь, Ф6. Ну, сейчас я вкратце коснусь нюансов, связанных с таким вот порядком ходов, в том числе психологических нюансов. А вы, дорогие зрители, уж сами решайте, устраивает вас такой порядок ходов за чёрных или нет. Если не устраивает, вы всегда можете играть Д5, и всё равно вот данный цикл видеороликов вам будет крайне полезен, потому что мы будем освещать варианты, которые получаются хоть через этот порядок ходов, хоть через порядок ходов после Д5, в том и в другом случае. Ну вот, а я играю Славянку через порядок ходов в Конь, Ф6, С6 по, ну, в основном по одной причине. Дело в том, что моим вторым дебютом на Д4 является Волжский Гамбит, который возникает после С4 и С5. Угу. Д5, Б5. В какой-то момент он был даже, да, Д5, Б5, в какой-то момент он даже был основным дебютом. В какой-то момент, то есть после этого всё-таки решил, что он че ещё рискован, и так, прошу прощения. Ну вот, и поскольку довольно легко подготовиться ко мне, используя мегабазу, очень многие соперники, они не хотят идти в Волжский Гамбит. Да, да, да. А играют в Конь в Т3 сперва. Да, играют в Конь в Т3, то есть это действительно крайне популярный порядок ходов за белых. И теперь, если чёрные вдруг упорствуют, играют С5 в надежде на какой-то Волжский, то белые просто играют Д5, и Волжского Гамбита не получается. Пешки нет на С4. Да, есть ход В5, но после него белые абсолютно не обязаны играть С4. Я козу А4 тут. Да, есть неприятный ход А4, есть неприятный ход Слонжи 5. В общем-то, в общем... Нет, типичные игры у чёрных, вот. Да, чёрным не дали пожертвовать пешку, скажем так. Да, да. Как ни странно, это для них довольно неприятно. Если не ошибаюсь, вот партия против движка, которая сейчас идёт, началась вот подобным образом, да? Нет, мы хотели сыграть в Волжске, но получился Гамбит Блюминфильда. Ну, то есть, здесь не было Слонжи 5? Слонжи 5 был. Да, мне казалось, что Слонжи 5 была сыграна, да. Слонжи 5 был, да. Ну, партия уже больше месяца назад началась. Да, Слонжи 5 это то, что я играю белым. Когда играю Д4, что бывает нечасто. Ну вот, а на самом деле у чёрных, конечно, и в мыслях не было играть С5. Чёрные просто хотят сыграть Д5 и перейти к Славянке, только избежав, вот, крайне неприятной разновидности разменного варианта без КНФ3. И ещё избежав вот этого варианта с КНЦ3 и Е3. А после С4 и С6 просто получается Славянка, и я думаю, могут сыграть КНЦ3, как мы уже говорили. Могут сыграть Е3. Могут сыграть ФЦ2, могут сыграть Ж3. Но, в любом случае, на всё у нас есть ответ. Да, а у белых КНЦ3 в вариантах мы можем пойти С4 и его подвязать. Без хода КНФ3 С4 не имел бы такого смысла. Да, поэтому часть рекомендаций основана на ходе С4. Ну вот. Беда, ну не беда, а, скажем так, одна из проблем заключается в том, что белые всё-таки могут оказаться довольно принципиальными шахматистами, если играть С4. И в таком случае, либо мы идём в Волжские, которые в данном видео не покрыты. Это тема для абсолютно другого разговора. Да-да. Объективно, у чёрных сейчас есть некоторые проблемы в Волжском. Там что-то белых план резко толкать А4 пешку агрессивно и к ним залезать. Ну, у белых есть там ряд планов, но вот я понимаю, о чём ты говоришь, то новая идея, против меня её показали в начале 2014 года, когда она была не популярна даже среди гроссмейстеров. А вот против меня так сыграл человек с рейтингом 2.200. Ну, молодой талантливый шахматист, явно он занимается с тренером высокой квалификации. То есть это явно не его дебютная идея. То есть, да, вариант такой. Я, наверное, немножко отвлекаюсь от тематики данного видео, но, тем не менее, может быть, кому-то будет интересно. А6-БА, АЖ6, ну и вот имеется в виду, наверное, вот это, да? Снова 6-Е4, НФ1, НФ1, Д6, КФ3, СНЖ7, Ж3, 0, КФ2, и здесь на конь Д7. Белые играют А4. Она самая, 64 была статья, вот именно она самая. Да, хотя до этого основной уход был Ферз-Ц2, всегда чёрные там научились бороться. После А4 есть некоторые проблемы. Я в той партии сыграл... Белые играют А4, конь Д5, конь Д2, конь С4, там накатывают пешки. Ферз-Ц2 даже нисколько залезает конями, сколько вот за счёт вот этого ухода А4 и коней, они стабилизируют структуру на ферзовом фланге. А если они её стабилизируют, то у чёрных просто не хватает пешки. Я сыграл Ферз-А5 против вот этого молодого шахматиста. Но в итоге так и не уравнял, хотя партию выиграл в итоге. После этого мне стало казаться, что лучший шанс от уравнения это ладья А6, Ферз-А8. Но даже здесь, мне кажется, что у белых... Есть даже идея страивания полиняя, я видел. Или полиняя, да, страивания. Ну, идея хода Ферз-А8 в основном, чтобы Е6 прорезать и использовать вот короля на Ж2. Связь! Да, это любопытная идея, но чёрные не уравнивают. Поэтому я бы перешёл на славянку, скажем так. Ну вот, и после хода С6, после С4 и С6, у белых есть, понятное дело, основные ходы кони Ф3 и конь С3. И мы их будем смотреть в следующих видео. А в данном видео мы посмотрим такой вот редкий вариант, как слон Ф4. Хитрый такой. Да. Дело в том, что слон Ф4 играл вот в таком порядке ходов. Английский гроссмейстер Антони Майлз. Такой крайне самобутный гроссмейстер. Он вообще в дебюте всегда искал, скажем так, свои пути, неизведанные. Но ход с на Ф4 не прошло воспитания временем. И чёрные после ДЦ получают комфортную позицию, возможно, уже даже перерез. А вот в таком порядке ходов у белых есть ход с на Ф4. И это единственный объективный недостаток этого порядка ходов. Ход с на Ф4 по сути не опасен, но тоже надо знать. И некоторые грамотные белые шхватисты, которые прочитали книжку Каспарова «Дебютная революция 70-х годов», они знакомы с этим ходом. В чём идея? Время в этом порядке. Идея в том, что после Д5-Е3 белые хотят получить вариант с Е3, только со слоном на Ф4. А, да, с экономией на ходах хранения. Да. Или это похоже на лондонскую систему, где белые прямо очень удачно проводят С4, а чёрные сыграли С6, то есть вариант не самый принципиальный против лондонской системы. Ну, в общем, чёрные вполне могут бороться и вот в данной позиции, но я решил потратить время и, в общем-то, рекомендую не совсем новинку, но довольно редкий ход, и основную часть данного видео будет составлять мои анализы. Это ход Ферзь Б6. Ага, идея славянки за белых. Тут зачем? На Б2? Да, вот чёрные используют то, что слон на Ф4 развился раньше, чем все остальные фигуры белых, и высвечивают недостаток подобного развития. Здесь у белых есть три возможности, однако на практике, по сути, применялась только одна. То есть там были какие-то партии на конь С3, но они крайне неквалифицированы от шахматистов, и какие-то серьёзные выводы из них делать нельзя. То есть единственный ход, который применялся на практике, это ход Ферзь Д2. Защитки Ильи, да, и на Д4, потому что Ферзь Д2, это его зерок был бы на Д4. Да, то есть проблема хода Ферзь Д2 в том, что белые подставляют под конь Е4. Я думаю, что, послушаем, ход Ферзь Д2, это именно то, что нашим зрителям, скорее всего, предстоит увидеть на доске, если они посмотрят это видео и сыграют Ферзь Б6. Поэтому ход Ферзь Д2 мы оставим напоследок. А сейчас мы посмотрим два других хода, это Б3 и конь С3. Ход Б3, вообще говоря, производит довольно странное впечатление, так что я думаю, что мы с ним разделаемся довольно быстро. Белые оставляют целый комплекс чёрных полей, но как бы... И они пока ещё не сыграли, поэтому слон может вернуться, если что, да? Да, и к тому же белые это всё-таки белые, и они могут себе позволить некоторые дебютные вольности, в том числе... Они, да. Чёрные, это тяжелее. Да. И вот тут вот, опять же, моя рекомендация, наверное, многих удивит, но она была проверена с компьютером, и мне сама очень нравится эта идея. Белые ходом Б3 дают понять, что они ждут хода Д5. Или Е6, нет, Е6, но на слона стыкать не охота, Д5. Да, они ждут хода Д5, и вот типичные игры для вот подобных ферзевых построений, и белые будут пытаться что-то получить за счёт того, что у них немножко больше пространства на ферзевом фланге. Я предлагаю ход Д6. Выглядит странно, как же чёрные парни. Да, выглядит немножко странно, но... Обратите внимание, что, во-первых, возможна ситуация, когда чёрные внезапно передумают, перейдут к страны индийским структурам. А для страны индийских структур пешка на Б3 стоит ужасно, и слона Ф4 тоже стоит ужасно. Ну, пешка должна на Б4 быть. Как можно дальше? Не, значит, чёрные сыграют Ж6, слон Ж7, конь Д7, 2-0. Это один из планов. И да, и слон... Слон Ф4, Ф4 попадает под Е5, слон Ж7 держит длинную диагональ, которую белые ослабили. Ферзь на Б6 расположен не очень удачно, но всё-таки во многих вариантах страны индийские он тоже сюда выходит. То есть, на мой взгляд, уступка в виде хода Ферзь Б6, она менее серьёзная, чем уступка в виде хода в слон Ф4 и Б3. Это один из планов. А второй план очень завальчивый, на мой взгляд. Он такой немножко компьютерный, потому что он завязан в форсированных вариантах. Но я считаю, что я должен его показать. То есть, опять же, если вот нашим засорителям кажется, что вот эта расстановка страны индийская перспективная, то вы можете играть её, и я не нашёл за белых там ни намёк на перевес. Но у чёрных есть и более конкретная идея. Во-первых, самый напрашивающийся ход какой здесь за белых, Владимир, как ты думаешь? Давай-ка конь в три. Так, конь в три, пожалуй, действительно, ну или самый напрашивающийся, или один из самых напрашивающихся. Я бы так пошёл бы. Мы его разберём. Почему-то, когда я анализировал и забивал эти варианты, мне казалось, что самый логичный ход Е3. А вот я не хотел так вот раньше времени вот так определять положение пешки на линии Е на Е4 или на Е3 в будущем поставить? На Е4, боюсь, что не дадут ни при каких обстоятельствах. Ну, попробовать-то можно. Просто не определяться. Да, но всё-таки ход Е3 это то, что со мной сыграли в единственной партии в Интернет-блице, которая у меня была в этой позиции. Поэтому мы его посмотрим. После Е3 я предлагаю такой ход, который вызывает шок на первых порах. Это ход G5. Ого. Ну, идея абсолютно очевидна. То есть теперь после слона BG5 чёрные заберут слона. Да. Вот в чём плохо Е3. Понял, да, понял. Я скажу по большому секрету, что моя партия в блиц закончилась в этой позиции. Неплохо. Да. Ну, а если серьёзно, то есть я говорю чистую правду, но белые должны играть слон G3. Конечно, не отдавайте слона в дилюте. Ну и чёрные продолжают свои крайне наглые идеи, играют H5. Поймать слона хотят. Ну, хотят поймать слона и вызвать у белых эпилептические припады. А да, или H4, или H4, но в говне дано. Да. Ну, или 3 неохота. У белых есть 3 хода возможных, потому что иначе они теряются лон альта. F3, H4 и H3. И мы их все посмотрим. А Дима предложит, в каком порядке мы их посмотрим. Давай начнём с F3. Как-то выглядит любопытно. F3. Хорошо, F3. F3 ход, конечно, второсортный, если честно. Ну, я говорю, странный, но мне интересно посмотреть. Ну, на самом деле, вот мои анализы здесь заканчиваются довольно быстро. Даже, наверное, включу сейчас движок. Но, моя игром дата за ход C5, и вот... Ну, равенство по мнению железного дилга. Вы сейчас не видите мои анализы, но... Ну, нотацию справа. Ну, суть в том, что у меня здесь стоит значок с инициативой. Что-то я здесь двигал. Ну, давайте набросаем примерный вариант там. Ну, как, белым надо развиваться, предположим, играем в конь C3, да? Чёрные играют, ну, конь C6. Начинают тревожить центр по чёрным полям. То есть, я тревожить не надо? Что, D5, в смысле, сыграть? Да, белого, белого будущего. Надо задвигать. Ну, беда, понимаешь, беда этой позиции в том, что у белых может не быть будущего. Из-за того, что они сыграли E3 и прославили все поля. Да, намного D5-E4 построить. Ну, то есть, предположим, D5, и вот тут чёрный гайд H4. Ну, слон F2, очевидно. Трэдакун E5. Ну, на мой взгляд, у чёрных просто, ну, не староиндийская мечта, потому что они сейчас играют с лон G7, и они получили всё. То есть, это какой-то земеш, где белые, ну, поставились ужасно. Да нет, это не то. Да, то есть, видимо, белым будут сыграть E3, E4 в два приёма, чёрные уже всё надвинули. Нет, это не то, да. Я считаю, что серьёзно тонализировать как-то не стоит. Поэтому, может быть, белым надо пытаться держать центр. То есть, играть всё-таки не D5, а конь E2. Ну, и опять же, чёрный здесь просто очень простая схема развития. Они играют H4 и слон G7. А дальше сдвинуть H4 не надо? Ну, понимаешь, на H3 белые могут, на H3 белые могут же 4 пойти. А, и это не может потом я не проведу. Это плохо, я понял, это плохо. А после слона G7 у белых некоторые проблемы. Потому что слонный F1 заморован, а G3 сыграть нельзя. Слонный F2 тоже хоть туповатый. Сквозь диагональ. Коня убрать, чтобы слона вытащить тоже нельзя. Уже пешка на G4 под напряжением. А чёрные, может быть, хотят просто G4 следующим ходом пойти и просто уже начать играть на собственную инициативу. На мой взгляд, позиция белых довольно неприятна. Особенно, если белые увидят её впервые, а это практически гарантированно. А если ещё и в трёхминутку, то так вообще... Да, вот это всё уже мои анализы. Это не встречалось никогда не в партиях и мой честбейс показывает, что это даже никогда никто не анализировал в честбейсе. То есть, шансов, что когда-либо ваш соперник это смотрел, но они практически равны нулю. Ну, какая-то вот такая идея. На мой взгляд, у чёрных отличная игра. Ну, опять же, слишком подробно на каждом разветвлении этого варианта останавливаться нельзя, потому что, ну... Ну, ладно, теперь надо помалить ходы. F3 и так было любопытно. Давай H3. Да, ну, H6... H3 ход выглядит наиболее нормальным. Так, прошу прощения. И... Вот тут вот чёрные... Это вот... Вот это то, что нужно жадко запомнить, потому что всё-таки чёрные серьёзно ослабили королевский фланг. Это да. Если белые закончат развитие против конь F3, слон D3, конь D2, 2-0, ну, или, может быть, не спешить с 2-0, то белые рискуют... Белые не рискуют, а белые имеют возможность получить перевес подобным образом. Поэтому чёрным надо делать что-то... что-то более энергичное, чем вот простое развитие слон D7, конь D7. Поэтому рекомендация за чёрных это ход конь E4. Ну, ход единственный у белых. Код слон D2 практически вынужден, потому что не отдавать что-то... А если до горы не дону, а до уходить, да? Теперь слон D7. И казалось бы, сейчас белые отгонят коня с E4 путём слон D3. После этого сыграют конь E2 или конь F3 и получат крайне комфортную позицию. На самом деле всё не совсем так, потому что белым вот буквально одного темпа не хватает. Дело в том, что если сейчас пойти конь F3, то будет G4. Белые, видимо, на грани поражения. Пообили, потом ещё и G3. Да, потом ещё и G3. У белых остается не... Ну тут Fc2, просто слон F5. У белых остаётся не так много разумных ходов. По сути, разумный ход единственный, это слон D3. И вот здесь чёрные показывают идею этого варианта. Они бьют на F2. Ух ты. После короля F2 бьют на D4. Так, ты отдал две фигуры. Сейчас. Ну да, взял. Ну а чё дело? Дарить белую я бы взял. Белые отдали одну. Да, D4. Пока, вот в данный момент у чёрных две пешки за фигуру. Но белые могут взять вторую фигуру. Ну да, ну да, я взял принципиально. они это делают. Это довольно плохая идея, но чёрные... Я отдам ладью. А я отдам ладью. Фиг с ней. Ну а так что... Но у чёрных... Проблема этой позиции в том, что у чёрных материальный перевес. Ну как... Всё-таки две фигуры это больше, чем одна. То есть... Да, но у чёрных ладья и три пешки за две фигуры. У белых плохой король и... Ну, возможно, у белых безладёжный уже. Блин, борьба ещё должна быть. Не бывает так просто. Ну давай, Поповый предложил. Пойду. Я развиваюсь. Нет. А как коня вымести? Куни в три же четыре сразу были. Вот, куни в два тогда. Хочу куни Ц3 поставить. Его. А, в смысле этого коня. Да, Ц3. Вы, выключите, я. Ну хорошо, коня 6. Ну, конь Ц3 поставил. Слоник, слоник. А, ты ещё и за пешкой заехал на А2. Да, я, кстати, может быть, не заценил за чёрных вот такую ещё идею. Тоже хорошая. Ну, мне тяжело будет после тебя кататься. Если бы я что-то не предлагал, это будет мне как бы... Ха-ха-ха. Ну, во-первых, дело не в тебе, и во мне, а в том, что эта птица действительно неприятная за белых. Это проверено с компьютером, и это минус-минус 1 после взятия ладьи. Ну, надо Солнце 2, видимо. Но я не знаю, как ещё. Ну, Солнце 2, не знаю, может, коня 2 уже можно побить просто. Ей, ферзь d4. А, ты был самым на эту идею, да? Да, у чёрных вроде бы развития не хватает, но с другой стороны проблемы с координацией у белых. Это да. И у чёрных простейшая идея, просто выбить на ц3 и поменять ферзей. После этого не будут 4 пешки и ладья за две фигуры. Ноговато. Это забавное материальное соотношение. Ноговато. Да нет, как-то тухловато. В общем, дорогие зрители, в группе, помимо данного видеоролика, я выложу ещё и пожарен файл, который мы сейчас не видим. Да, да, вот полезен будет. Поэтому, когда вы увидите пожарен файл, если вам не покажется убедительным, что у чёрных ладья и 3 пешки за две фигуры, то вы всегда можете открыть этот вариант, поставить свой движок, ну или поставить на свой мозг и подумать. Поставить на свой мозг. Да. Я попробовал на ферзя поиграть, но там кто-то, да, ладья и 6, ладья и 6 очень сильные неприятные. Я не догадался об этом. На мой взгляд, у белых здесь недостаточно компенсации после этого. Ну а что ещё делать с белым? Что это делать надо? На Е3 висит? Ну, в общем, компьютерная компьютерная идея такая, компьютерная идея довольно своеобразная. Насколько я помню, конь А3. Да ладно. Да, ну то есть белый таким образом просто защищает на А1. А что брать-то? Ну, если взять Слон Е3, хочется на Е3. Ну, Слон Е3 это не видимо, Слон Е3 это основной ход, но давай покажем, что будет, если взять ладью. Ферзя 1, это немножко похожая позиция на то, что мы смотрели до этого, но, во-первых, здесь один нюанс, что ладья А6 невыгодна из-за ферзи 7. Поэтому ладья А6 этот типичный перевод, он не работает. А почему не выгодно? Ну, потому что Ферзи 7. Ну, ты Ферзи 7, да? Могу сохранить? И Кунефт, я думаю. И Ж4. А, нет, ты шаг и перекроешь слона, перекроешь слона его. Не идет, не идет. Да, и вообще это уже беда, потому что уже Ферзи 7. Да, тогда плохо, да. Тогда нельзя пока. Поэтому приходит ладья А6 ладья А6 или ладья А8. Но это уже немножко не то, потому что белый достаточно успешно развивается. У белых на одну пешку больше, чем в том варианте. Понимаешь? На мой взгляд, белые здесь боятся за перевес, хотя компьютер моего пессимизма не разделяет, пишет практически полное равенство. То есть, если вы любите риск и сидеть под атакой, вы можете сыграть слон Е3. Если вы не любите сидеть под атакой, то лучше взять на Е3. На плашной седа, конечно. Да, и, кстати, вот одна из основных атакующих одеев в этом варианте ее следует запомнить. я уже упоминал от ЛДА-6. То есть, вот, казалось бы, напрашивающийся в варианте Король Ф1, мне кажется, ЛДА-6 уже очень сильно. А Ж4? Уже 4 это то, что сейчас показал компьютер. Не, это я туда не смотрю. Мне просто хочется Ж4. Ну, так тоже вроде, ЛДА-6 тоже. Да, мне кажется, вот ЛДА-6 идея потом уже Ж4 даже неприятен по-человечески. В общем, у черных сильная атака, и белым приходится защитаться единственными ходами. Опять же, слишком глубоко мы это смотреть не будем. Лучше посмотрим ход, который компьютер пишет как первая линия, Король Е2. Ну, и, насколько я помню, хотя у меня, опять же, в анализах это не прописано, действительно, Ж4. Ну, теперь, если взять, то, конечно, белым так не будет, он еще находит с темпом. Вот сейчас стоит отвлечься от каких-то шахматных рассуждений и просто посчитать материал. У черных три пешки за... Штыковые три пешки в трех пешках. Да, три пешки за коня. У белых плохой король. В то же время у черных не делайте, что такое блестящее развитие, чтобы они могли выиграть прямой атакой. Некая инициатива есть. Инициатива, безусловно, есть. В общем, если вы Джобава, если вам нравится партия Джобавы, или если вам просто нравится играть в позиции с инициативой, но, скажем так, крайне неясной, то вы, безусловно, можете играть этот вариант, особенно, если вы предварительно поанализируете его сами с компьютером. Компьютер крайне оптимистично относится к этой позиции. То есть, несмотря на то, что движкам обычно очень нравится лишняя фигура за пешки, в данной позиции движок пишет даже небольшой минус. То есть, можно гипотетически сделать вывод, что у черных здесь хорошая компенсация. Ну, он так оценивает, из-за того, что король болтается в белых. Он это ничего не любит, когда король... Ну да, но однако, конечно, если вы хотите это прямо играть на постоянной основе, то лучше поанализировать самим. Ну, в данный момент немножко отвлекаюсь от той мысли, что, скорее всего, ни у кого из наших зрителей никогда эта позиция ни в одной партии стоять не будет. Потому что это крайне редкий вариант в крайне редком варианте. То есть, ну, это не... Так еще никто никогда не играл, и судили, по-моему, честбейзу даже никто никогда не анализировал. То есть, вы, дорогие друзья, можете быть первыми. Хорошо, и кроме хода h3, у белых есть еще ход в данной позиции ход h4. Слишком широко. Да, здесь черные могут попробовать применить ту же самую идею со слон g7 и конь f2. Но вот спешка на h4, которая является в некоторой степени зацепкой, у черных есть еще другая идея. Можно сыграть просто ферз а5 шах, после чего ход конь d2 вынужден. И здесь черные просто переходят в энджпель, ну, скажем так, с некоторым таким подвывертом. Они сначала играют c5, центр под напряжением, идея просто cd и ed конь c6. Ну, потом, что там же слон g7 и центр начинает светиться белый. Поэтому надо снимать напряжение как можно быстрее. Ну, и черные, в общем-то, не против, они все уменивают. Получается, он шпилек. Да, и жх. Ну, чтобы не висело. Согласись, такой немножко странный. Он выглядит плохо и за белых, и за черных. Он выглядит необычно. Опять же, любителям нестандартной такой немного игры будет, наверное, интересно. Я его немножко посмотрел и пришел к выводу, что здесь скорее черные боятся за перевес, потому что после коньев 3 слон g7. На d4 давление. Да, на d4 давление, конь c6 сейчас разобьются. И еще не стоит забывать, что вот какая-нибудь какая у черных сейчас лишняя пешка, и в какой-то момент черные могут передумать ее отдавать, сыграть h3. И лишняя пешка останется. В общем, требует опять же анализа, этот вариант значительно менее опасен для черных, чем h3. Потому что, ну, я считаю, что черные, именно черные борются за преимущество в данном случае. За счет толщины и давления на d4 у них более конкретные и понятные игры вводят. Да, d4 по большой диагонали. Да. Но опять же, видео по самому кривому боковому варианту уже идет 43 минуты, поэтому я предлагаю не слишком подробно останавливаться на этом анчпеле и все-таки перейти к более важным ходам, чем b3. То есть, это ход ферзь d2 и конь c3. Но ферзь d2 мы решили оставить напоследок, смотрим конь c3. Конь c3 это легко заметить жертва пешки. Достаточно принципиальная, потому что, ну, очевидно, что черные вообще-то не могут игнорировать игры. как бы черным надо играть в принципе, но бывать не надо. Да, чего все это было? Потому что, если сейчас черные не возьмут, то белые получат вот эту вот позицию, которую они хотели, да еще и с глупым ферзем на b6. То есть, после хода ферзь b6 пути назад уже нет. Ну, если черные начали, то надо идти до конца. в качестве небольшого утешения я могу сказать, что в конь c3 еще никто никогда не играл. Поэтому шансов, что против вас так с края довольно немного. Но и также на самом деле у черных совершенно неплохо. То есть, у белых есть инициатива, но личная пешка в итоге может оказаться старше. Здесь у белых два хода, один из них довольно слабый, но выглядит более естественным. это ладья c1. Да, защитить камень. ну ход плохой. Потому что у черных есть, прошу прощения, сильная конкретная идея d6. То есть, черные не спешат возвращаться ферзем. Они считают, что их ферзь на b2 это скорее не слабость, а элемент, который вносит в позицию белых дисгармонию. Там что-то е5 замышляют? белые вне зависимости от того, то есть, черные вне зависимости от того, что сыграет белые, и там если побить, побить, то слон чернопольный выйдет, да? Да, то есть, например, просто конь f3, самый напрашившийся ход и согласно бежу, самый сильный е5. Но брать надо, более того, я думаю, что надо брать и второй раз тоже, скорее всего, слоном. чтобы конец c3 держать. Да, ну и здесь черные не обращают внимания на все, что происходит и просто играют с ломбочкой. То есть, белые отыграли пешку, но, скажем, идея гамбита, она провалилась. Никакой инициативы у белых нет, а инициатива вообще-то у черных. Причем, по черным полям за них будет, не просто инициатива, а вот крайне неприятное давление. То есть, на конец c3, да. Это минус 0,5 по движку, и, ну, мат прямо в дебюте, на самом деле. То есть, когда... А плавочонок сыграть конь d7, то дарить на слона? Да, то есть, ну, было бы идеально. Верн, не стоит завладшую материала поровну. То есть, даже если черные не дадут мат, то у них не должно быть хуже, потому что у них еще и структура пешочная лучше. У них и фигура лучше. Садива, структура лучше, но единственная проблема это фигзиально обыдевание отдать. Но если вы будете аккуратными, то не отдадите, потому что никаких будет посылок для этого нет. То есть, ну, ферзь, он, скорее, связывает фигуры белых, а не страдает под... Ну, да, я не могу обрадом удар. То есть, это такая небольшая ловушка, ладья c1 выглядит логичнее, чем слон... Ладья c1 выглядит логичнее, чем слон d2. Ну, а самом деле, ладья c1 вот плохой. Надо играть слон d2. То есть, казалось бы, белые пожарятся в лепешку, а теперь возвращаются с фигурами назад. Ну, идея достаточно конкретная. У ученых развивает 1 ферзь. Да, у ученых развивает 1 ферзь, причем он... А, еще конь f6. Да, ферзь развивает настолько хорошо, что... Да, быстро разрешать и бракивать. Да. И вот здесь, казалось бы, самый напрашивающийся ход это конь f3. А почему мне е4 центр занять? Е4 это жертва еще одной пешки. Мы его будем... Это ж... Да, есть... не опережать события. Е4 мы будем смотреть подробно. Я не смотрю нотацию, я просто говорю, что я вижу. Ну, я верю, но мы будем смотреть е4. Ну, конь f3 выглядит, как мы защитили пешку, развили фигуру. Ну, после конь f3, вот, у черных есть ряд возможностей, можно сыграть d5 и получить славянку, где у белых два лишних темпа. То есть, ну, один из них потрачен на ход слон d2, который не особо помогает. Он вообще что-то не на месте стоит. белые могут с ldb1, fd8, на мой взгляд, у черных лучше. И пешечка у них. Да, потому что, ну, я все понимаю, но, на мой взгляд, какая-то инициатива, причем, это не то, чтобы инициатива, это просто вот лишние два темпа по сравнению со спокойным террористическим вариантом, который, ну, помогает, но не то, что прямо чрезвычайно сильно. И на мой взгляд, за черных здесь самая, самая принципиальная редакция, цирать g6 и пойти вот в систему шлектора с лишней пешкой. Ну, это неплохо. Довольно, довольно приятное изменение по сравнению с обычными теоретическими вариациями. Сну d3, сну g7, там, два, два, да. В белых есть компенсация, но лишняя пешка старше. Да, по-моему, особой компенсации и нету опять. Я как в парафан смотрю, вот за что отдана, я не пойму. Завнению b, ну, это ж мало. Как-то слона пока не разобьют. Ну, в общем, позвольте мне не останавливаться слишком подробно на этой позиции, потому что, ну, если разбирать каждый гамбит, в котором белые отдают пешку, непонятно за что, то точно никакого времени не хватит. Ну, а в качестве запасной идеи вы можете сыграть здесь d6, получить вот какую-то такую старую индийскую, в которой, в общем-то, тоже, на мой взгляд, лишняя пешка черных старше, чем вот лишние два темпа, которые белые получили взамен. Стрендикает вообще закрытый дебют. Здесь не открытый, где там каждый темп важен. Можно на это потратить ради пешки. С одной стороны белые вскрыли линию на ферзевом фланге, на котором они вроде как собираются играть. С другой стороны белые лишились одной из основных идей с b4 и b5. не цеплять пешку c6. Вот в этом в ренде очень важно цепануть пешку c6. Там b5 или d5? Да, то есть, когда белые сыграли d5, черные просто будут стоять на месте, пойдут слон e7, здесь g6, слон g7. Ну, в общем-то, я не вижу большой радости за белых. Поэтому ход куниф3 довольно податливый, скажем так, и мягкий. И так играть не стоит. Стоит играть e4, если уж белые еще есть пожарки. Мне просто нравится, но взять ферзен куниф3 с темпом. Да, но я боюсь, что черным придется взять ферзен, потому что вот в данном случае, если черный играет как-то медленно, инициатива может оказаться очень серьезной. Все-таки, ну, посмотрите, позиция белых выглядит очень внушительно. Они заняли центр, а черных только пешками сешат. А черные последними тремя ходами сыграли d8, b6, ферзь b6 бьет b2 и ферзь b2 b6. Что немножко не соответствует основным дебютным принципам, скажем. Ну и теперь черные понимают, что раз они три хода подряд сделали ферзем, то надо и продолжать. До конца страдать. Ну, а если серьезно, то, на мой взгляд, вот этой вот, черные, конечно, играют нагло, но компенсации белых не хватает, чтобы восполнить потери двух пешек. Ну, конь f3 воздержаться от хода конь f3 невозможно. Ну, для того, я и хотел не 4, да? Да, ферзь бшет. А двух ходить? Ну, здесь у белок две идеи, это сыграть e5 сразу и пропустить лдя b1. Мне лдя b1 нравится. Да, ну, в общем-то, обе они особо ничего не дают. Лдя b1 может быть в какой-то степени более опасно, потому что черным придется сделать один ход, который немножко выглядит неестественно. Лдя b1 f7. Опять же, если сейчас белые просто развиваются, то черный играет d6 конь d7 и получают такую же старандийскую, только уже не с одной, а с двумя личными пешками, где белых чудесным образом пропала важнейшая как корневая пешка d4, без которой жизни в старандийке нет. То есть надо играть e5. Это абсолютно единственный ход. Теперь у меня была в какой-то момент идея порекомендовать здесь ход конь g8. А потом e6 конь g7, да? Потом просто d6 и e6 можно, но все-таки мы слишком сильно слабили, особенно поля d6. Ну, в общем, была идея, и компьютер показывает здесь равенство, но я решил, что это слишком. Все-таки лучше играть конь g4. Проблема с ходом конь g4, что белый после, то есть черный конь после ферзи 2 немножко расположен скажем так, подозрительный. Белый хочет пойти h3 и прогнать его. Так он не по адресу. Да, и поэтому сейчас черный придется напрячься и вспомнить вот то, что проанализировано в этом видео, ну, или просто продемонстрировать глубокое понимание шахматы и сыграть f6. После чего в общем-то все это выглядит, конечно, немножко действительно достаточно опасно, но вот поверьте на слово, на самом деле никаких проблем нет. То есть вот черный просто хотят съесть конем на e5, надо что-то с этим делать. Ну, какие могут быть идеи? Да, как-то рекламе шею сломал. Что делать? Что делать? Да. Надо что-то конструктивное придумать. Ну, самое конструктивное на мой взгляд здесь придумал компьютер. Это ef, конь f6, конь e4. Конь e4. А идея? Ну, идея, что белые в имении будут единственную фигуру черных, которая была развита, и оставляют черных вот с такими фигурами. И они, ни одна из этих фигур быстро не разовьется. А у белых все-таки, ну, какой-то ну, в общем-то, конь e4 достаточно неприятный. И вот здесь вот, действительно, черным, чтобы отбиться, ну, и не только отбиться и получить, возможно, получить перевес, нужно найти очень-очень тонкую идею. То есть, вот, если кому-то интересно, можешь сейчас нажать на паузу, попытаться ее найти. Идея чисто компьютерная, и, конечно, крайне неочевидная. Ну, в общем-то, кто захотел оставить видео на паузу, я думаю, успел это сделать, поэтому, можно демонстрировать. конь e4, и 4, e4, g6. А, в духе e4, и т.к. в духе и т.к. солнце 3 играть, Да, то есть, если сейчас выпустить уже 7, то белокост почти проигран. То есть, и 10, а надо солнце 3. Да, и тут d6. Владежи 8. Владежи 8, нельзя икать. К сожалению, надо играть d6. Ну, или, к счастью. не помню. Вообще, немножко шокирует, да? А, слон f5. Да. Я понял, слон f5 в ответку. Причем, все это настолько плохо для белых, что, видимо, у них просто хуже. Причем серьезно. Надо бить толью, допускать слон f5, и вот у ферзя нет поры, с которого он мог бы ладью защитить. Да, белый тольтон в ответ отдает чистую ладью. Да, ферзер 4 и слон b1. Ну и черные легко отбиваются. То есть, на ферзер 6 и просто конь d7. Ну, не глина может быть еще, да? Да, смотри, на f6 держит слон бунь. Да, в общем, это слон довольно странно, на b1, но он выполняет важную функцию. Хотя, функция взятия ладьи тоже достаточно важна. Да, но он еще и g6 защитил. Ну, в общем, если вы запомните вот эту вот красивейшую идею с d6 и g6, то весьма вероятно, что в этом гамбите с конь c3 вы просто форсированно получите перерез. А если это не поднять, то могут быть проблемы, да? Да. Да, ну и вот еще один момент, что вот после e5 конь g4, то есть, не ладья b1, а именно сразу e5 конь g4 и ферзь d2. После f6 у белых нет ничего лучше, чем после ладья b1 перейти к тем же самым вариантам, которые возникают после... А? А чтобы ладья под бой не попадала, может, не надо так? А как тогда играть? Ну, давайте за... Ну, то есть вот здесь просто взять сразу и потом конь e4, да? Например, так, ну давай попробуем, да, чтобы ладья на b1 не попадала там под удар. А теперь если взять, взять g6, понимаешь, ну я вот сейчас, как ты видишь, без движка смотрю, но мне кажется, что есть сильный ход ферзь b2. Вот я... d1. Ну, где-то один конь e4. Я думаю, что надо конь d6 играть все-таки. А, пользуется... А, ну да-да-да, шах так связано. Нет, я прошу прощения, все, кто у вас... Сейчас, ее тут плохо. Все, кто сейчас смотрели это видео, смотрели вот этот фрагмент видео, развитьте как можно быстрее. Никогда так не делайте, потому что после короля d8 в белых есть ход слона 5. Шах и до стреля, все. Да, все. Забудьте акции бейдовых. Бейдовые рекомендации ферзь b2. Давайте включим движок. Движок показывает e6, минус 0,7. В чем же идея? А, ну идея такая, что... Взяли, взяли, почему нельзя слон с этой? Понимаешь, в том... В том варианте... После ладья b1 ферзь c7 можно было взять-взять и сыграть конь d4 и на h5 выкатиться. А здесь, ну, видимо, действительно надо играть с 0,6, gf, c3. А, ну, кстати, еще одна, еще одна идея. Тонкость. Просвечивается. Ну это вот Диме, спасибо, что он задал этот вопрос, действительно резонный. Я как-то че еще удавляился компьютер и решил вообще не проверять эту идею без включения ладья b1. Ну вот вход в чем тонкость. Некоторый яд тоже есть, да. И теперь черный вот таким образом выменил слон. Ну, кстати, идея работает не только на солнце 3, а, видимо, на какие-то другие ходы тоже. Ферзь e4 тоже, наверное, там b4, возможно. Меньше фигур, больше шансов пережить. А осложнение остаться с двумя с двумя лишними пешками. Да, с двумя лишними пешками. Ну, опять же, шансы, что вы получите когда-либо эту позицию, но они... крошечные, если честно. Поэтому давайте уже, наконец, обратимся к самому. Ну, во-первых, на этом, я думаю, разборку до конца это действительно можно закончить. Потому что, ну, мы посмотрели все основные идеи, мы посмотрели, как белые могут быстро ошибиться и проиграть. И мы посмотрели самый опасный вариант, где белые получают инициативу точными ходами g6 и d6. Черные жертвуют ладью и отбивают, возможно, сохраняют перерез даже. Теперь давайте посмотрим самый важный ход, ферст d2. Самый важный, не сколько, потому что сильнейший, хотя это тоже нельзя исключать, но сколько, потому что именно так, именно так и только так белые на практике отвечали на ферст b6. Других ходов пока не встречалось. Ну, после этого видео может быть встретиться. Да. Хотя, если честно, не факт. Ну, вот. После ферст d2 у черных по сути единственный ход, который хоть как-то обоснован, потому что иначе, если не играть конь e4, то опять же ферст b6 было бессмысленно. Но так мы пристаем к дг пешке b2, к пешке d4. Да. И, кстати, обратите внимание, что белые следующим ходом ставят небольшую ловушку. Ферст c2. на d4 брать нельзя. Потому что e3 и белые черные теряют коня. Да, ферст не может отойти и защитить коня. Да, то есть, черные, такая партия была в базе. Черные играли ферст b6. и после ферст c4 и ферст b2, очевидно, они надеялись на что-то надеялись. Но после слона e5 и все. После слона e5 ферст c1, король e2 пришлось сдаться. Это с каким рейтингом они играли? У черных было 2000, а с против какого, не помню. Ну, что-то в директора, я думаю. Ну, ошибка, она глупая, до классики, если честно. Ну да. Значит, на d4 брать нельзя. Да, после ферст c2, поэтому надо играть d5. Защитить коня так. Да. А там слон не провисли, на c8. В смысле, cd? Да. Слон, c8, висячий. cd мы будем смотреть. Ну, в смысле, давай начнем, давай начнем с других вариантов. Потому что, насколько я помню, cd это основной. Или нет? Я после увидел, что сразу слон провисли. Ну, давай начнем. А нет, cd это вроде не основной, из-за ферз d4. Давай, давай проверим, что-то быстрее. Да, ферз d4. Теперь это e3 не работает, потому что можно на d5 пробить и защитить коня. Вот, вот в чем разница, да. Да. Я прям доволен. У меня не такая плохая память. Да, ну, с таким образом, а других ходовками e3 у белых-то особо и нет. Потому что там висит где-то схема. Да, слон и d3 не охоты играть. Да. Ну и черные получают перерез, похоже. То есть, cd ход плохой. Да, и поэтому, белых выбор между ходами e3, коней f3 и f3. Ну, давай начнем. С самого, самого слабого. С хода коней f3. Чтобы закрыть этот ход, нужно буквально еще вот, на пол хода вперед углубиться в варят, и все станет понятно. Черные играют слоны f5, и все становится понятно. Потому что грозит коней f4. Б4 грозит. Да, и белым приходится делать крайне уродный выход с fc1, и черные просто играют e6, и получается славянка, где у черных полтора лишних темпа. Ну, это уже слом б4 грозит как-то. Ну, и даже если черные просто закончат развитие, у них будет нормально. Ну, да. Проблем уже, как минимум, проблемы у них уже не то. Да, но скорее всего, черные давят у них шансы на перерез. То есть, коней f3 ход плохой. Дальше. Да, если бы со всеми вариантами можно было бы разделаться так легко, было бы не то. Да. Ну, e3 ход тоже плохой. По той же самой причине. Но, немножко, немножко менее, очевидно, потому что надо, надо еще один ход увидеть. слон f5, слон d3. Кажется, что черные, то есть, белые грозят ходом f3, с выигрышем материала, но находится конь a6. А, на b4 лезет. Да, ну, у него есть какой сложный ход, конечно, но, у белых здесь проблема. А если a3? Если a3, тут dc. И на слон e4, слон d3 e4, fc4, fxb2. Да. Не защитить. Да. Ну, поэтому, брать на e4 нельзя, ну, а что делать? То есть, на слон e4 будет конь g3 все равно, а на fc4, fb2. Да. Ну, в общем, белые проигрывают просто-напросто. Да, это и плохой ход. Ну, соответственно, е3 тоже плохой ход, потому что слон d3, он наталкивается на fc6, приходится играть fc1, но это мы уже обсуждали. Таким образом, мы избавились от двух самых запрашивающихся ходов, а теперь пора обратиться к самому сильному ходу. Это у нас... Это у нас f3. Выбить коня сразу. Да. К сожалению, здесь слон f5 не работает, потому что белые просто едят коня. Приходится играть. А, кстати, вот тут вот компьютер показал одну очень любопытную идею, но, к сожалению, ее не хватает, чтобы добиться равенства. Но все равно, Дим, давай ее покажем. e5. Вот как. Ну, подкрут. Да. Ну, к сожалению, белые здесь добиваются перевеса, правда, только одним способом. Надо бить слоном. Ну, нельзя бить пешкой за fc2, бить коня можно, но черные поля прослабляются кошмарно, и на d4 там будет висеть, в общем... Слоном, короче. Ну, нет, он на d4 висит, это зачем делать? Да, это позиция в пользу черных, поэтому надо бить слон e5. И теперь черные могут попытаться обосновать вот этот свой ход e5, путем fc5, конь c3, конь c3, bc, и черные отыгрывают пешку. К сожалению, и компьютер, в общем-то, оптимистичен, он показывает примерно равенство. А там есть слон b5, b4, негативить? б5, негативить надо, иначе, сейчас, да, b5, б4, конечно, мощь. В будущем. Есть такое? Ну, в будущем много, что есть. Главное, чтобы это будущее у черных было. То есть, на мой взгляд, тут эта позиция после примерного конь e2, конь d7, слон fc4, слон e7, конь g3, все-таки в пользу белых. То есть, у черных есть контраграна, мне кажется, что центр старше. То есть, конь b6, и компьютер считает, что равенство, но я не был уверен на счет этой позиции. Однако, если, если вам нравится, вы, конечно, можете сыграть и так тоже. И, в общем-то, все равно. Ну, сейчас есть b4. А, сейчас он белый, сейчас он белый. Конь a4 еще? Нет, дохода, конь b6, b4 еще было. b4. Не знаю, мне кажется, что это стратегически очень слабо, если черных ничего сразу не сделаем. Ну, король f2, предположим. Ну, вот, я своего удара не добился эвакировки. Да, фешка на c4 вечно, не вечная. Скорее всего, это совсем не вечная слабость, потому что она упадет в ближайшее время. А b3 есть? Поле c1 держит ферзь. b3 есть, но белый просто ферзя убирает. Причем, ну, как, можно на c1, можно на b1, неважно. И сейчас уже, на c, на b1 лучше, конечно, чтоб слона 3 не допускать. Да. Ну, и теперь а b грозит, и у белых, то есть у черных, проблемы. Потому что херзьер фланг просто рассыпется сейчас. Ну, мне кажется. Может быть, я не прав? Видимо, дима считает, что я не знаю, что это будет. c5 уже а b. lb8 тоже а b. Я не знаю, да, тут просто кризис, причем большой. В общем, это не стоит допускать. b4, вообще, b4 в подобного типа позициях стоит проводить только, когда вы абсолютно уверены, что вы добьетесь немедленных выгод на ферзево фланге. Потому что если вы ничего сразу не съедите и не продавите, то у вас просто пешка c4 будет чрезвычайно слабой. А если она упадет, то и весь ферзево фланг окажется, ну, рыхлым до невозможности. Поэтому лучше рад слон e7, конь g3 и конь b6. Ну, конь b6 идея коня на b5 не пустить. Ну, а у черных есть контр-игра, но все-таки у белых получше. Поэтому после f3 наверное черным стоит умерить амбиции сыграть конь f6. e3. Кстати, эта позиция не такая простая, потому что белые, возможно, хотят сыграть слон d3, конь c3, конь e2 и получить вот что-то похожее на позиции из обычного отказного ферзевого гамбита. То есть слон с c8 никуда не выходит, а белые могут рассчитывать на то, что постепенно они черных зажмут. Поэтому стоит в общем-то проникнуться, скажем так, вот этой вот идеей белых и обратить на нее внимание и сыграть конь h5. Алло? Так, прошу прощения. Дин. Так, просим прощения за технические неполадки. Так вот, я остановился на том, что после e3 черным стоит проникнуться идеями белых, а именно тем, что они хотят сыграть слон d3, конь c3, конь e2 и получить позицию, напоминающую позицию обычного отказного ферзевого гамбита с перевесом у белых. Поэтому черным надо принять меры и сыграть конь h5 немедленно. избавиться от этого слона пытаться. Вообще, ты согласен, что наше сегодняшнее видео изобилует просто кривыми ходами какими-то, которые на славянку совсем не похожи, а похожи на какой-то да, есть такое инопланетный дебют вообще то есть вот я рекомендую шерматистами белым игрокам присмотреться к ходу слона f4 потому что он требует от черных очень нестандартных решений то есть ход очень h5 вот например ход очень редкий но мне кажется, что достаточно сильный то есть если честно когда я начинал готовить материалы иди кейп просто избавиться от этого слона да я хотел вот договорить, что когда я начинал готовить материалы вот к ходу слона f4 к третьему я думал, что это ну Каспаров сказал, что возможно, но в общем это чушь раз так никто не играет то у черных должно легко добиваться хотя бы равенства на самом деле опять же чтобы достигнуть этого равенства приходится изыскивать такие ресурсы которые в общем-то без предварительной подготовки найти не очень просто ну а после коня шпать у белых два хода слон b8 и слон g5 потому что слон g3 бесполезно у них просто лучше слон e5 тоже бесполезно потому что в коне d7 и белые просто еще один темп потеряли да то есть надо играть либо слон g5 либо слон b8 ну оба хода принципиальные ну с какого начинаем выбирать сходом g5 попытка сохранить слона попытка сохранить слона и попытка успешная потому что если черные начнут его преследовать он просто на f2 убежит ну да в этом не идея не такой вариант в общем у белых колоссальные проблемы да и играть нельзя а если да и играть нельзя ну надо же что то делать то есть как белым отвечать верно 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 да дело в том что если просто сыграть cd то после ed вот эти вот взятие этот размен в пользу черных потому что уже сейчас начнут короля обрабатывать не может крепить центр вывести сего да конь e2 имеется ввиду да конь e2 это то что вот я в основном анализировал и вот казалось бы белые только делают последние много ходов что защищаются от разнообразных угроз на самом деле белые рассчитывают на то что если они от всего отобьются то черные будут крайне глупо расположены конь h5 глупый ферзь b6 ну как бы слона c8 не выходит слона f8 тоже не выходит в общем все не так просто поэтому черные должны не терять скажем так ритма наступления иначе они могут оказаться в неприятной позиции поэтому играем конь a6 конь опять полез на b4 да конь идет на b4 и пускать его туда нельзя потому что если он ну потому что белых по сути кроме хода a3 других ходов 3 нет ну вот попробуй предложить любой другой ход с конь d2 то просто конь b4 и dc если конь d2 то просто конь b4 приходится делать крайне хорявый ход ферзь b1 но там у черных еще уже 6 есть ресурс среди слона f5 в общем ну опять же если кто-то нам не верит мы уже и сами себе если честно не до конца верим то пожирем к вашим услугам открывайте файл смотрите эту позицию с компьютера или без компьютера ну а сейчас вкратце скажем что а3 все таки на наш взгляд ну на мой взгляд вход практически единственный и вот тут у черных есть некоторый выбор то есть можно сыграть ед ну давай мы уже не будем на этом останавливаться потому что час двенадцать идет видео сразу покажу главную линию ферзь а3 идея нельзя б4 связка да б4 играть нельзя потому что черные бьются или слоном или конем и выигрывают конем лучше поэтому да конца 3 тоже играть по крайней мере невыгодно если не сказать больше потому что черные забирают пешку как ни странно ее отыграть очень сложно так там же потом б5 пока вы ее еще отыграли да мало того что черные забрали пешку они еще хотят выиграть фигуру потому что слон на G5 обратите внимание на нее висит да под рингеном да вообще конца 3 слабый надо играть конца 2 ну и вот тут опять же по-прежнему черные все их проблемы и тут надо достаточно конкретно сыграть начать схода ДЦ ну пешку съели и белым надо принимать меры то есть если взять на С4 то белые как раз под темп встали то что и надо слона Е6 великолепно встала да мало того что они стали под темп а на этом их неприятности могут не закончиться то есть если отойти ферз С2 то можно еще и под конь Б4 и на С1 на С1 куда еще куда еще вот ферз С2 если бы не конь Б4 выглядело бы хорошо к сожалению конкретные нюансы и и вот тут я думаю что может быть просто H6 а нельзя какой-нибудь D4 ну какой-нибудь D4 слон как раз под темпом окажется как на G5 висит ой там сам же говорил об этом нюансе какой-то на G5 да ну тогда это просто не актуально потому что ну потому что белых видела безнадежно здесь ГОГОГО то есть да я почему ты думал что как это да в общем в общем ED просто выигрывает на месте даже если ED не выигрывал то с распоряжение черного было бы такое ход С2 х6 на Х4 வ но конечно это абсолютно ненужно когда ход ED выигрывает незамедлительно в общем по этой причине ход Х4 не работает поэтому белым остается выбор между Против самым напрашивающимся ходом ДЕ То есть теперь ЕД нейтрализована После ферзь Е5 Белые могут сыграть Насколько я помню По-моему Идея белая в том, что сыграть H4 И потом конь С4 выбить с темпом Да, если не ошибаюсь Но у черных есть более сильное решение Ход слон Е6 То есть черный пока защищает пешку на С4 А на Е5 все еще хотят съесть Ну и позиция опять же выглядит странно И опять же Может быть не столь очевидно Но у черных здесь хорошо Не стоит забывать об идее конь С5 То есть если сейчас белые пытаются поймать коня То ферзь Е5 сильно Ну и конь С5 тоже Тоже очень сильно И видимо у черных здесь лучше Потому что конь на Б3 идет Ну и в первую очередь конь Д3 шаг конечно грозит То есть ход ДЕ из-за слон Е6 Приводит в проблемах за белых Ну а единственный ход Который не приводит к проблемам Ну и возможно даже позволяет белым Рассчитывать на какую-то там активную игру Это ферзи Е4 Не самый очевидный ход С другой стороны идея вроде бы вполне понятна Черный король тоже Нельзя сказать что Хорошо обеспечен Я не знаю Я может дикость продолжу и в 5 В 5 это не дикость Но белые просто поменяют ферзей Ну И А По колене В B5 Ну да В B5 уже надо играть Чтобы пешку не отдать Просто Ну вот здесь я не знаю Конь Д4 Как-то непорятно Да Ц6 подвисла Раз Ну просто понимаешь Белых сейчас еще на походная будет Ну а Как раз скажется И еще фигур много В корнях Нет Ну эти позиции всегда они боевые Но В общем Конь на H5 Впечатление не производит Да нет Оба коня нет Да Этот конь куда-то выйдет А конь на H5 Как-то не знаю В общем H5 видимо все-таки еще резко Поэтому надо играть H6 H4 И G5 Что тоже в общем-то достаточно резко Ну тут идея такая Что после слона F2 Черный все-таки завершает развитие А вот И потом уже когда-нибудь можно Вмазать H5 Не ну Не то что потом Сейчас H5 это опаснейшая угроза Если дать сыграть H5 То у У Белых просто проиграно Потому что лишняя пешка И позиция хуже То есть лучше у черных То есть H5 пускать нельзя И до этого не так много путей Чтобы H5 не было Ну у белых сих Зажатые Да То есть надо играть же H4 Таким вот радикальным способом Не пускаем H5 И конь F6 отвечать нельзя Потому что на конь F6 Сердь будет Е5 И это то же самое Только еще хуже Конь под боем Представляющий ходок Он бьет С4 И белых выигран Поэтому Конь F6 играть нельзя Но черных выручает Тактический ресурс Конь B4 Согласитесь Для крайне бокового варианта Который никогда в жизни Не встретится Это все не самая простая теория Не самая простая Да Помимо того что это отъем слона На F2 Ну давай покажем вариант Это еще отъем ферзя А Правильно Да Еще и отъем ферзя И этот Вреднейший Да Поэтому Очевидно Коня брать нельзя Но у белых есть логичный ход Конь C3 Прикрываем короля Защищаем поле D3 Открываем новое нападение на C4 Сохраняем нападение на коня В общем кажется что у черных все плохо Но вот тут вот Буквально у черных все на ниточке срастается Но срастается очень удачно Тут конь F6 И теперь если менять ферзей То черный успевает ладью сбить Так мало то что они успевают ладью сбить У них еще поле B3 есть Коня бегает Да Коня не ловят как обычно И это очень важно И здесь у черных хорошо Поэтому у ферзей 5 играть нельзя И надо играть ферз B1 Не самая приятная клетка для ферзи Да С другой стороны Сейчас связки нет Их хотят конь C4 побить Да И теперь конь подвисает Поэтому форсированная игра продолжается Шахануть надо На D3 Как еще? А ну шахануть можно но Ну а как еще? Конь висит это Не знаю сдать заслана его Там был ход конь Лопануть на D4 Да Но беда в том что понимаешь Здесь никто не будет на D3 Брать Сейчас будет конь C4 И потом конь E5 А потом возьму конь D3 То это тоже верно И у черных к сожалению плохо видимо Это да Поэтому находится Конь D3 играть нельзя Находится конь D5 Темповый ответ И на конь C4 А конь C4 играть надо Потому что на конь D5 Черные пешки побьют они конем Поэтому надо брать конь C4 И теперь конь C3 На конь D5 Конь B1 И к сожалению Белым там придется брать коня И у черных просто лучше здесь Причем лучше намного Практически Ну большой перерез Белая вся позиция в дырах просто ЕД 2 0 Король ужасный На D4 Изолятор То есть так играть нельзя Поэтому белые должны Ну и БЦ тоже играть нельзя Потому что На Д3 Поэтому теперь уже Белым надо напрягаться И находить ход Ферзь C2 Конь под боем Ферзь под боем То есть Приходится играть Ферзь D8 Ну вдруг У ферзя нет других полей Нормальных БЦ ЕД ЦД И вот кажется Что белые Они добились Наконец-то После 15 ходов мучений Так Дим ты здесь Снова просим прощения Технические неполадки Вкратце Вот Отвернулись мы Несколько ходов Несколько ходов назад Как я уже говорил Взаимный размер Ферзей приводит К крайне Тяжелой Для белых Позиции Потому что Структура ужасная Просто Наверное Практически Безнадежно Поэтому брать ферзя нельзя И приходится играть Ферзь C2 То есть Такой ход Тоже его надо Суметь разглядеть То есть Черные тоже ушли Да БЦ ЕД И вот Кажется Что белые добились всего Чего хотели Они стабилизировали структуру У черных слабости на кроевском фланге У белых в центре Больше пешек в центре То есть У черных вообще нет пешек в центре Кажется Все хорошо Вот Возникает полное ощущение Что черные не уравняли И находится ресурс H5 А Цепляешься в пешке Нельзя H3 Там в итоге связка в конце По линии H Да И черные тут Когда я смотрел это в первый раз Мне казалось что это Какая-то компьютерная чушь И черные должны здесь хуже получать То есть просто ЖАЖ ЖАЖ играть надо Ладья H5 Е4 И у белых Центр Они Куда-то наверное Короля спрячут Центром как-то задают Постепенно И тут компьютер просто Холодно рекомендует Король F8 И чем больше я смотрел на эту позицию Чем больше Чем больше Чем больше нам на эту позицию Тем меньше нам не нравилось За белых Потому что Король вечно плохой у белых Намного слабее черного Черные сейчас просто Как-то заканчивают развитие Потом коня с F6 Переводят на E8 На D6 Либо меняют коней Либо там еще Коня на B5 Ставят Пешка на D4 У белых Прошу прощения Слабая В какой-то момент Есть ресурс H3 Но В общем На мой взгляд Полноценная Контроигра И на слон E2 Важно увидеть Что ладья Под рентгеном Сыграет ладья H3 Кстати обратите внимание Что белые даже повториться Нормально не могут Потому что черные Заберут пешку В общем Я не исключаю Что эта позиция вообще Приятнее играть черными Чем белыми Как не странно Ну Если вам так не кажется То опять же Вы либо можете Попытаться найти Раньше Хотя если честно Я довольно долго Работал над этим Вариантом Вместе с Дришком Не факт Что это удастся Ну либо Все таки Приглядеться К этой позиции Как я получше И понять Что все неплохо Жить можно Ну вот А теперь Мы возвращаемся На 15 ходов назад Неплохо Да И после коня H5 Как я уже говорил Кроме хода слон G5 У белых есть ход Слон B8 И это будет Последний вариант Который мы сегодня посмотрим Эх Не люблю я просто так слонов А коней не иметь Ну А тут в моем случае видимо Не придется Но слон G5 Допускает E5 Как мы уже говорили Поэтому Ладно Слон B8 Тут Понимаешь Не совсем просто так То есть Кажется что Ну Отдали чернопола важного Но Ладья B8 И вот здесь То есть Если белые просто играют слон D3 И там Конь E2 То конечно Конь F6 Там Слон G7 И у черных Видимо просто лучше За счет двух слонов Но У белых Тут есть Конкретная идея Даже две конкретные идеи Во-первых Белые могут сыграть CD И что вы Могли подумать Черные CD в ответ Не отвечают Более того CD это грубая ошибка Почему? Потому что после CD Белые играют конь C3 Пешка под боем Надо что-то делать E6 E6 И слон B5 Шах Король Ой слон D7 Ну Не ну а че еще другого не дано Да Но это плохо для черных Ну в смысле не плохо Но похуже Точно Какая-то странная Разменная славянка Где у черных конь На H5 И король на D7 Ну это да Но Лучшего я не нашел Сверху Ну после CD Ничего лучше нет Ты прав В CD играть нельзя Черными в ответ Надо играть конь F6 Такой не самый очевидный Гамбицер И не самый частый В тройной портике Да Я не думаю что это Когда-нибудь вообще Будет сыграно в шахте Ну Я прошу прощения Всех наших зрителей Просто вариант сам по сигаретке Я посчитал что покрыть его Необходимо В следующих видео будет Намного более актуальная теория Но Что ж поделаешь Таким тоже надо заниматься К тому же вариант любопытный Все таки Ну вот И теперь Черные хотят Побить конем на D5 К позиции После конца 3 Конь бьет D5 Мы еще вернемся Она хорошая для черных Общий вывод А Ну Надо посмотреть что будет Если белые Будут принципиальные И сыграют ДС То есть У черных Нет ничего лучше чем БЦ И у белых просто лишняя пешка Но если Опять же Присмотреться к позиции Повнимательнее То мы увидим что Пешку на B2 защищать очень непросто Ну как Как вот играть белыми Но есть мега дубовый ход B3 Да Но мега дубовый ход B3 Приводит к Не менее дубовому ходу E5 И теперь снова B4 грозит И центр крошится И у белых плохо То есть То есть Скачивать у черных Компенсации это недостаточно А белых просто плохо Ну Тогда назад То есть Б3 играть нельзя И пешку защитить нечем Но Белые могут По-прежнему Сказать что Они сохраняют Какой-то намек На перерез После конь D2 И вот тут вот Выбор За нашими зрителями И за тобой Дим Потому что Во-первых Черные могут терять ферзь B2 И после Ферзь B2 Получается Эншпиль Который видимо Примерно равный У черных Слабость На C6 Это компенсируется Тем что у них два слона И они в будущем Могут развернуться Но слабость все-таки Выше Где меня То есть Ты считаешь что у белых лучше? Приятнее Если Есть на что давить Я тоже считал что у белых лучше Поэтому Кроме хода ферзь B2 Есть другое решение Одно Мне нравится Хотя Компьютер считает что Оба хода равноценны То есть Здесь равно и там Равно Поскольку Мне кажется что Допускать себе такую славу Не самое Равнумное То Советую E5 Скрывать Вскрывать игру для слонов Да и у белых достаточно ограниченный выбор То есть Хорган C4 практически единственный Ну да Нельзя брать там на E3 Висит Да на E3 потом на E5 У черных уже поровно материалы И все плюсы на их стороне А после Вскрывать На Х4 И опять же Ну Ферзь D2 сыграть можно Но все равно будет ЕД И все равно придется соглашаться на эту структуру Поэтому более точная за белых Король F2 Ну и здесь Черные уже должны меняться на E4 И играть в лон Е6 И у черных безусловная компенсация за пешку В виде двух слонов У них лучше Я посмотрю Мне приятнее играть в лоб эту позицию В виде двух слонов Компенсация в виде двух слонов Плохого короля у белых Ну и слабость на E4 Еще мне тоже казалось Что это довольно перспективно Тем более что черные Потенциально смогут выменить на C4 И просто Свести позицию К ничейному менеджменту А могут и проиграть на победу Но компьютер не разделяет моего оптимизма И считает что это Минус 0.02 Если вас устраивает Минус 0.02 То Ну и тем более В позиции с инициативой То хорошо Дальше я решил Что особого смысла Продолжать анализ этого варианта Который никогда в жизни Ни у кого Ни в одной партии Даже в позиции не встретится Смысла нет Поэтому Отмотаем чуть-чуть назад Кроме Хода CD Есть еще Более логичный Ну по крайней мере По виду ход Конь C3 Конь F6 Ну и вот тут Ну я только скажу что Белым надо избежать Вот ровно одной ловушки То есть черным надо избежать Ровно одной ловушки И если они ее избегут То получат комфортную позицию И на этом Рассмотрение варианта Слона F4 Мы Можно бы читать законченным Мы быстро пробежимся По всем основным линиям Вплоть до хода Четвертого, пятого И видео Подойдет на этом к концу Я думаю После CD Нельзя играть CD Из основной F5 Это мы уже видели Это примерно то же самое Черные не могут Бить конем Из-за потери Да Да Нафер сыграть просто Хочется Ну это просто Без пешек Да ну Черные могут сделать вид Что у них какая-то компенсация Но конечно Этого не хватит А поэтому надо бить конем И теперь В случае размена Ну у черных Просто отличная Разменная Славянка С двумя слонами Они сыграют Слон D7 Е6 Разовьются И за счет еще Глупого хода F3 У черных просто лучше Ну пешка на F3 Непонятно что делать То Даркон не хочет Да Еще и на E3 Затова прославлен В общем у черных Чуть лучше в этой позиции Поэтому наверное Белыми Не хочется бить на D5 С другой стороны что делать То есть ну Если сыграть На E3 висит Если сыграть как D2 То есть ход E5 Который в общем-то Типичный Типичный Для нашего сегодняшнего видео Почему-то Чуть ли в каждом втором варианте Черный прорывает E5 Ну после ДЕ просто После ДЕ F3 Хотя бы Может быть здесь что-то лучше А после конь D5 CD белые не успевают Взять из-за потери ферзя Да Там конь держат Теперь коня нету И связка мертвая Да Ну а теперь давайте Вкратце подведем итоги Сегодня начали рассмотрение Славянской защиты Странская защита Чаще всего Возникает после ходов D4 D5 С4 С6 Ну а мы в нашем Видеоцикле смотрим Вот этот порядок ходов Ну и вкратце обсудили все Что будет в следующих частях Видеоцикла А сегодня мы Посмотрели ход Ход Крайне редкий Но достаточно ядовитый В частности Рекомендованный Каспаром В его книге Ну вот после С4 Д5 Не очень сильно Поэтому Моя рекомендация Ход ФБ6 И здесь мы смотрели за бела ходы Конь С3 Ходы Так Что мы сейчас смотрели Б3 Ну и самое Важное Единственный ход Который поменялся на практике ФД2 Конь Е4 ФЦ2 И нельзя брать на Д4 После Е3 Теряется фигура Да, Дима прав Фигуру отдавать так быстро не стоит Поэтому играем Д5 Ну и на этом я думаю Наше краткое Подведение итогов Можно закончить Здесь у белых ряд возможностей Если Е3 Конь Ф3 То слон Ф5 Учерное гармоничное развитие Допустим Ф3 Конь Ф6 Е3 Конь H5 Получаются просто Дикие осложнения Но я считаю Что если вы посмотрели это видео И вдруг Ваш соперник так играет Вы всегда можете Освежить свою память Просто вот Пересмотрев последние 20 минут этого видеоролика И вы будете В общем-то во всеоружии Да Потому что ему приходится Думать самому Придется А вы будете знать Ну вот Я думаю Что на этом Можно заканчивать Если вам понравилось Наше с Димой видео Ставьте Говорят Пальцы вверх Я думаю Ну На следующей неделе Мы точно запишем В следующей части Ну если конечно Дима никуда не уезжает И еще чего-либо не происходит Я свободен Ну тогда мы точно Запишем в следующей части По крайней мере Я конечно не думаю Что за одну неделю Мы закончим Со всей Славянкой Это выглядит Практически нереальным Но Я склонен Думать что Наконец-таки Хоть одну Серью По какому-то дебюту Я доведу до конца Это будет первое Готовьтесь Всем спасибо за внимание Надеюсь что вам было интересно С вами были Дмитрий Анисимов Никита Петров Всем пока До свидания